здравствуйте салим я рад быть сегодня в гостем вашем замечательном спортивном комплексе который носит имя владимира невзорова а сама школа носит имя якуба коблева скажите пожалуйста первый такой вопрос я всему задаю что именно для вас как вы можете дать свое определение дзюдо это это система воспитания человека это оригинальный ответ впервые я такое слышу хорошо следующий вопрос тренер учитель преподаете много лет что вас в первую очередь волнует именно в тренерской деятельности волнует волнует наверное не волнует это так сказать перед тренером который занимается спортивным дзюдо сейчас на протяжении всей его деятельности значит стоит задача реализовать своего ученика как спортсмена и воспитать полноценного здорового человека решение подсоединить это два в одном вот это является задачей это является тем что волнует и на что направлены силы вот этот спортивный комплекс он открыт совсем недавно но у него есть такая достаточно долгая история как сказать он носит 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 сама спортшкола носит имя выдающегося педагога да и якуб камбалетович коблев признан лучшим тренером дзюдо двадцатого столетия в нашей стране скажите пожалуйста вы же были его учеником учились у него в своих в своем ты свои тренировочные педагогической деятельности вы используете те методы которые вам передал якуб камбалетович я стараюсь старались а скажите вот вы стресс какие вот такие нужны фундаментальные какие-то принципы он вам передал которые но является фундаментом всей вашей педагогической деятельности мне тяжело определить потому что она все что давалось не только мне все что что давалось школе якубам камбалетовича она имеет целостный характер что-то оттуда вычленить и сказать вот на это акцент делай мне тяжело наверное личность якуб камбалетовича была очень многогранна характер который он давал все стороны подготовки даваемые ученикам воспитанникам школы они имели особое содержание якубовское содержание принципы которыми он пользовался тот характер который он давал ученикам наша задача сохранить по возможности максимально передать дальше школах большой буквы весь арсенал с начальной подготовки до мастеров по высокого класса олимпийского уровня жизнится вся подготовка жизнится на том на тех принципах которые в свою очередь создал дасть понял наверное применил освоил и успешно эти принципы сейчас помогают нам ребят держать форме и что-то сохранять лицо как минимум и стремиться в дальнейшем дальнейшем урок тренером спасибо салим скажите пожалуйста мы знаем есть такой кодекс дзюдоиста да вот у вас не тоже здесь висит в зале это уважение скромность права стандартные такие этические качества человека на ваш взгляд не преувеличены ли вот это влияние дзюдо на человека нет ли преувеличение что дзюдо может вот как-то влиять вот на на этическую сторону жизни человека формируя его вот эти вот качества может это преувеличение вот одном из предыдущих вами вопросов я же ответил я воспринимаю меня здесь научили что дзюдо это система воспитания человека если правильно выстроена система если следовать этой системе одинаково уделять внимание и физическим аспектам и и другим сторонам подготовки то через какой-то период через какие-то годы именно идет влияние на то что перечислено что перечислено лично личностные изменения личность личностный рост безусловно дымился адепту который практикует дзюдо и в заключении вопрос что бы вы могли сказать уже практикующим дзюдо или кто только собирается прийти на дзюдо как какое пожелание вы хотели им сказать может быть как какие-то какое-то пожелание которое ну периодически какие-то путствия давал там якуб комбаритович или или что-то ваше лично я думаю настойчивость быть все настойчивым достижение тех целей которые вы ставите перед собой быть нас тут быть настойчивым настойчивость откроет двери настойчивость даст те результаты которые может быть настойчивость выбрана в выбранном пути спасибо большое солим еще раз очень приятно было быть вашему гостю спасибо вам